привет всем по ту сторону экрана сегодня будет обзор на вот этот скетчбук он фирмы leohturm формата 6 и мне кажется это идеальный формат для того чтобы носить его с собой делать какие-то быстрые небольшие зарисовки я начинала его в декабре 2019 года и закончила в декабре 2021 и мне кажется очень долго вела здесь есть неплохие развороты и есть не очень хорошие но в целом по итогу что получилось мне нравится и я сама люблю смотреть обзоры других художников и иллюстраторов и мне хотелось бы показать вам свой скетчбук поэтому давайте смотреть итак первый разворот я хотела сделать максимально детализированным интересным и задать настроение для всего скетчбука мне кажется получилось вполне неплохо здесь бонет и типа я просто какие-то карандашные наброски а этот разворот мне нравится я когда рисовала эту иллюстрацию у меня было подавленное настроение и я не очень себя чувствовала и мне кажется получилось хорошо передать весь спектр эмоций и этот рисунок мне нравится до сих пор просто какие-то наброски возможно для стикеров мне нравится вот эта крыса она очень мило выглядит один из самых неудачных разворотов в этом скетчбуке и у меня было прям совсем не рисовательное состояние и лучше пей не рисовала вообще без комментариев тоже наброски видимо для стикеров здесь мне тоже нравится крыса и вот эта рука с глазом такие отсылочки разворот на хелленовскую тематику и мне он нравится здесь неплохая цветовая гамма и композиция получилось неплохо разворот на тему я не умею в интересные позы и спойлер я до сих пор не умею без комментариев он тоже хороший разворот я люблю рисовать цветы в горшках и здесь я как раз тренировалась вот этот горшок получился прикольным и сверху я покрыла все перламутровым акрилом получилось так немного винтажно разворот на тему хуманизации покемонов здесь понятно это саблай и покемонов в этом скетчбуке достаточно один из любимых разворотов мне нравится и по композиции и по цвету и детализация вот дереве просто очень хорошо получилось это не интересный разворот тоже неплохой разворот но здесь мне нравится как получилось придать летнюю спокойную атмосферу но в целом скучновато получилось и я не умею машинки рисовать заметно тоже хуманизация покемонов здесь роза рейд но это очень милый разворот и мне кажется он такой немного по-детски наивный особенно мне нравится вот эти кучерявые куры и когда первый раз увидела я просто была влюблена это очень милые создания похоже разворот у меня уже был только там были просто портреты здесь у меня была идея сделать серию холстов и совместить стихи и людей и но к сожалению у меня нет времени рисовать полноценные крупные работы на холстах поэтому вот просто скетчи здесь типа река сквозь облака но из-за цветов вообще непонятно что происходит какая-то каша это я рисовала на пляже кто у нас был на побережье знает что там ходят и продают кукурузу и кричат наличными онлайн эта фраза она просто залипает в голове тоже рисовала на пляже здесь просто разбитый берег относительно недавний скетч и мне он не нравится я раза три пыталась перерисовать пустыню здесь очень много слоев краски но к сожалению так и не получилось но зато очень хороший фильм и я после фильма прочитала в запой три книги и не знаю почему они мне в руки раньше не попали но мне очень книги понравились и фильм разворот на тему хочу жить в домике у озера в горах и мне кажется это идеальное место чтобы провести время в тишине и спокойствии наслаждаться просто природой и не мне нравится как здесь получилось передать текстуру гор и воды тоже на тему домик у озера это неудачный скетч но этот разворот мне нравится я люблю сумерки и здесь по моему получилось показать это время суток максимально точно и мне нравится цветовая гамма хоть и может показаться на первый взгляд что все фиолетовое но нет и это последний разворот здесь наброски для стикеров я надеюсь в этом году я наконец таки их сделаю и некоторые рисунки мне в целом нравятся поэтому возможно я их буду использовать и на этом все спасибо за просмотр и всем пока